всем доброго времени суток меня зовут она в этом видео я хочу вам рассказать информацию про рептильный ген как раз в преддверии нашего мероприятия 26 ноября у меня набирается очень много информации по рептилиям и я вам решила снять некоторые откровения видео потому что последний раз мне раскрылись такие очень интересные знания относительно понимания споров противостояния и давления потому что вы знаете что рептильные энергии они связаны социальным фактором я очень плотно это прорабатывать как раз нашему мероприятию 26 ноября потому что как профессионал мастер своего дела и сапог сапожник сапогами я стараюсь все вот аспекты которые у меня предстоят мероприятиях проработать своей жизни фактически через карму или через какие-то обстоятельства поэтому у меня перед мероприятиями всегда очень складываются такие жизненные обстоятельства бытовые достаточно мощные но они специально складываются вот именно как раз в теме мероприятий то что я так экстерном прохожу там все долги прорабатываю потом прихожу по уже вся такая все знающие но прошедшие на опыте очень важно ребята я ценю уважаю опыт и вам тоже говорю что надо все таки проходить опыт а потом это подавать в общем открыла недавно очень интересный момент относительно священного понимания спора между людьми но прежде чем мы к этому подойдем немножко я все равно вам сейчас объясню о чем будет разговор вы знаете что рептилии в основном проникает наш разум через генетику поэтому однозначно речь будет идти о генетике а днк потому что они очень мощно воздействует именно на биологию на физику на эфир нашего тела так как они являются частью ген кода нашего днк поэтому говоря рептилиях нельзя говорить не говорить о днк генетики о том же омоложение а вид изменения тела но в этом в этой лекции я наверно не буду про омоложение вид изменения тела рассказывать кстати с марта я начинаю вот свои курсы и от нее курс а магические работы по омоложению по сохранению возраста уже нам пора с вами подходить к этому потихоньку информацию набрала вот но в этом видео я вкратце постараюсь ребят поменьше генетики побольше такого бытового понимания но чуть-чуть все равно мы с вами коснемся днк без этого никуда кстати вот я открыла америку небольшую так лирично звучит что сюда чтобы вы понимали рептилии на эту планету пустил ли именно темные друиды вот ранее про них очень мало я говорила и вообще в принципе тема друидов она очень скрытная если кто-либо и когда-либо из вас вступал в контакт с темными друидами чтобы понимали это то что называется ну это как-то утрировать если то это типа шаманов скандинавских шаманов то есть это вот утрированное такое понимание конечно не шаманы друиды есть друиды да понятное дело они повелевали временем потоком времени пространство временными потоками и значит хоть у нас шаман подразумевает понятие однозначно на самом деле шаманизм это работа с первой чакры с чакрой земли со основополагающими такими принципе рода рождения и развития но чтобы понимали есть все равно деление шаманизм это название такое ближе россии страны ближнего востока допустим в америке есть индейцы у них не шаманизм это называется да коренные американцы значит у скандинавов были друиды вот они представляли примерно последователи потомки лемурийцев именно первого раса они были потомки самих получается основателям то есть в их знаниях были закодированы очень древние основательные понятия о генетике о структуре физического тела и здесь я не рассматриваю политику я не говорю кто первый вязался там почему друиды связались змеями но согласно вот вообще магической составляющей да мы с вами ребята делим вот нам приходится делить понятие понимание мира на два аспекта материальные и нематериальные к сожалению просто я это делаю для того чтобы это конкретно более осознавали то чем я говорю есть разница между генетической инженерией мы говорим что когда боги прилетали анунаки прилетели они с марса то есть это рептилии которые пришли сюда с марса чтобы вы понимали на половину марсиане кстати я на марсе была сегодня опять же я там периодически заглядываю проверяю в чем там делать только такая смехота информация открылась я узнала что там жизнь в принципе есть но очень интересную форму жизни я вам расскажу значит вот этот рептильный вид он был выведены рептильно-человеческий вид анунаки боги а это были пародия на богов такая знаете как фильмы снимают пародия супергероев вот это пародия на богу было оказывается начали они делать еще намного раньше оказывается на марсе вот тактика захвата марса в принципе на земле она повторяется и обратила внимание значит они пытаются вывести свой скрещенный вид человека и себя чтобы управлять повелевать мирами что оказывается человеческий вид настоящий человеческий вид я имею ввиду человека-создателя божественного существа человеческого это вид богов которые управляют стихии природы и владеют знания обо всем то есть это управляющая структура ну вот если мы как-то делим на виды какие-то расовы значит рептилии этим это вас и не обладали но на марсе на тот момент они уже премивали насколько я помню все воплощение сколько я себя помню там были рептилии поэтому не знаю как давно они там оказались это же такая исторические данные вот но они создавали там уже свои виды скрещивания причем эти вот скрещенные виды они выглядели как люди чтобы понимали то есть они внедряли также как сюда внедряли евреи помните по историям рассказа там также внедряли вот этот вид сейчас кстати на человеческий вид там живет там остались оказывается люди и я вот раньше не могла понять я там видела людей но я чувствую что там людей нет мне было непонятно теперь до меня дошло вот это скрещенные виды очень там интересно такая метаморфона создалась значит они выглядят как люди генетически очень похожи но у них функции вот этого человеческого существа божественного начала них не работают какие-то маленькие крупицы проявлены но они даже не понимают у них уровень самосознательности намного ниже я вот там видела что и города оказывается находятся под куполами которые скрывают их делают невидимыми причем они скрываются вовсе не от наших спутников как бы вы не думали наши спутники их не пугают они скрываются там от местных жителей что оказывается для них опасно общение стали сгой о чем сказать даже рептилии выводя вот этот вид получеловеков скажем так что-то планировали от них получить у них ничего не вышло потому что они оказались они утратили свою божественность утратили божественность у саморазвитие у них было не очень такое далекое вот и они как-то такие бесполезные стали и они там сейчас целые города создают я видела города очень похожи на наши кстати вот еще мало там отличий на под куполами невидимости и закрывают в общем и там живут все во все но они утратили связь планеты так же как и наши люди современности потеряли утратили вернее связь с планетой земля я поняла в чем вот эта разница она на самом деле огромна вот будучи марсианкой находящийся на земле и это не понимала потому что у меня а связь землю тоже но не то что как утрачено я землю общаюсь взаимодействую но у меня нет с ней прямой связи это всегда чувствовал самого начала мне как-то было прискорбно как-то я не понимала почему я не могу с ней соединиться я там стараюсь с ней сидеть меня никак не получается сейчас до меня дошло но когда я побывал на марсе я поняла вот эту проблематику современного мира который здесь у нас находится почему люди современности они тоже начали повторять и здесь также начали скрещивать внедрять свой вид там еврейский который разбавлял разбавлял здесь люди в итоге смогли как-то их пытаться ассимилировать сейчас люди пытаются вот это псевдочеловеков ассимилировать нелюдей да и как называю но вот там на марсе это не получилось и я когда соединилась планеты опять же туда вошла сегодня в астралии там путешествовала я постаралась прочувствовать планету мне было очень интересно я там искала одно место я сначала не поняла что это за место и я решила не очень долго его там искала не могла найти я решил воспользоваться техникой поиска магический который использую здесь на планете земля делаю это следующим образом я касаюсь рукой земли почвы непосредственно и как эхолокатором знаете посылает такой эхолокационный звук как водные существа по поверхности почвы и почва имеет вот здесь на земле кристаллическую структуру она этот эхолокационный звук передает там на тысячи тысяч километров я в радиусе там несколько тысяч километров могу определить расположение какого-то объекта вот люди которые со мной ездили энергетически вернее не энергетические а в энергетических поездках извините оговорилась они знают видели как я вот обнаруживаю места силы я еду и говорю вот там вот в радиусе 200 300 километров или вот там в радиусе там 100 километров тысячи километров находится что-то какой-то объект излучающий особо энергии для начала я так это вижу значит я это делаю принципы эхолокации очень интересный такой момент через воду тоже есть передача немножко другая по воде там информационные потоки передаются я буду так руку раз или ножку водичку так опускаю информационные потоки считывают но вода кстати передает меньше потому что у нее есть преграды там каменные допустим какие-то настилы или она где-то стекает вниз или уходит и поэтому вода передает не совсем до конца далеко вернее то есть вот какая-то река да и столько реки допустим может информацию передать а эхолокационный принцип он достаточно далеко может действовать я решила применить его на марсе я решила тоже прикладываю руку значит ложусь на почву пытаясь прочувствовать пытаясь подать и пусть и он не подается по той самой причине что почва марса состоит из металла металл блокирует эхолокацию вообще блокирует я думаю как же как же связываться и у меня тоже воспоминания моей прошлой жизни так что я тут уже на земле жила уже по месту надо я соединяюсь центром планеты а там центральный компьютер и значит планета сознание марса разговаривает с каждым отдельно это совершенно другое я знаю что мы с планетой земля все общаемся я общаюсь в том числе с центральным кристаллом планеты земля но это вообще другое у марса развитие вот почему там демонические энергии понимались у марса развитие идет от центра в стороны у земли у земли наоборот расширенная то есть даже сама психологии марсиан отличается тем что марсиане мыслят самодостаточной как единица потому что единица один человек марсианин может сделать очень многое взаимодействие с планетой как единица здесь же на планете земля наоборот множественность много можем сделать как множественность мы все с вами такие размножаются и коллективно все прорабатываем на марсе наоборот там целостность играла огромную роль и я вот поняла всю психологию почему марсиане звездуны почему нас так развить это просто психотип развития планеты это как устроена планета психотип вообще зависит от планеты на самом деле здесь это воспринимается как демонизм эгоизм на самом деле на массе это был естественный ход вещей и когда я соединилась планеты я поняла что планета меня помнит главное там так интересно я поняла что наша марсианская штука стиле вот я соединилась марса мне такой ответ а это ты да это я знаете есть такой прикол занят привет это я вот если это я и должно понятно кто я значит это точно марсиане привычка только от нас пошла это же время когда приказ друзья пишу привет это я не важно дополнишь ты кто я или нет меня-то должен знать это я у нас оказывается на марсе такая штука вот такие вот маленькие отделения в сторону и в общем я почувствовал 10 лет взаимосвязь это огромная сила дело даже не сверхспособностях дело в единении сознание планеты тебя когда ты с ней сливаешься я понимаю что я за все в этой планете отвечаю я вижу все аспекты все моменты все болезненные проблемные какие-то аспекты и не то чтобы прям я чувствую что я обладаю каким-то сверхсилами что я отличить меня но я поняла вот этот момент я сочла что я будучи человеческим существом являюсь богиней и что были раньше люди когда мы жили на этой планете настоящий мы были там богами мы поэтому обладали сверхсилой мы понимали каждый там шорох планеты почему там вот течет вода почему там растут растения если растения сохнут где-то нам понятно почему то есть вот полная взаимосвязь со всем вот этим если там вода где-то засыхает или что-то на все понималось здесь же так же как и там на марсе сейчас стала такая ситуация что происходит землетрясение происходит потоп и люди не понимают почему это происходит они вообще не понимают что происходит ветра дует люди не понимают то есть связь планеты утеряна и там тогда вот сейчас произошла та же ситуация я поняла в чем разница между божественностью и небожественностью происхождения Вот эти недолюди, грубо говоря, они, вот, кстати, так генетически сконструировались, что там частичка-то осталась какая-то управление планетой. Они эту частичку по дурости используют как суперсилу манипуляцию другими. Так же, как и здесь евреи, вот, допустим, финансовая система, я недавно разговаривала с человеком, это система обмена. Это не просто деньги, это обмен равноценный я тебе, ты мне. Сколько я вам даю, столько вы мне даете. При этом обмен включает и деньги, и моральные качества, и какие-то другие умственные, даже качества любые. Вот, допустим, я с вами говорю, вот, ко мне человек записывается на консультацию. Полноценный обмен происходит не только деньгами, то, что мне платят деньги за консультацию, но также и моральный обмен. Допустим, я к нему открыт, я к нему душевно расположена, я стараюсь ему помочь, и он ко мне открыт, душевно расположен, он тоже ко мне. Мне очень многие, кстати, клиенты в итоге помогают, причем неосознанно. Они, видимо, я им как-то нравлюсь, они от души от сердца мне что-нибудь пожелают. И вот их энергии, потому что среди них очень много мастеров, всяких интересных существ, они так сильно мне помогают развиваться, трансформироваться. И прямо вот вы меня, на самом деле, очень сильно спасаете. Если у меня какие-то тут проблемы, перепалки или войны-то с кем-то происходит, я вот с вами пообщаюсь, и мне от вас такая отдача идет. И вот этого это очень много. И вот здесь вот, ребята, понимаете, полноценный обмен включает эти качества. И вот этот вот аспект мышления в стиле, я заплатил деньги, значит, вы меня обслуживаете. Это крайне извращенно. Потому что обмен не происходит полноценный. Или если полноценный, то его тоже должны послать за эти деньги. Мы должны нахамить, мы должны сделать работу, но так его опустить. И вы должны понимать, что... Вот я, кстати, очень многим клиентам отказываю, бывает, по причине хамства, потому что на почту пишут. Они еще, знаете, вы такие смешные. Вот у меня почту, конечно, Ольга просматривает, но в основном я все читаю там, кроме каких-то писем. И они начинают хамить, типа, не знают, с кем говорят, там, с Ольгой или со мной. Хамят Ольге, а в итоге читаю я. И хамство мне все это направляется. Но я в любом случае, если я верю, что человек неуважительно относится, если он изначально как-то себя так ведет, там в стиле «я там заплачу, вы меня посмотрите, пожалуйста, все». Это уже обмена не происходит. Я уже не могу открываться вот человеку. А мне нужно работу проводить качественно. Для этого обязательно нужно душевно открываться. Или есть некоторые моменты, которые там в стиле, к примеру, «Лень до меня доехать». Вот это меня больше всего убивает, ребята. Вот когда я приезжаю в какие-то другие страны, или сейчас, допустим, я переехала, у меня волшебный магический кабинет теперь в моем городе находится. Я здесь принимаю, там я его заколдовала, замагичила. Там у меня все, у меня там портал открыт для встречи всяких пришедших. Человек приходит, у него различные существа покровителей. У меня для них специальный портал, зал ожидания. Того, короче, как только приходит ко мне клиент, у меня уже целое там подготовленное энергетическом уровне, целая конструкция. Поэтому я вот свой кабинет очень долго хотела. Я наконец-то смогла его себе заполучить. И некоторым людям лень до меня доехать, хотя они рядом живут, понимаете. Есть люди, которые ко мне едут из другого конца, я не знаю, даже не планеты, если я говорю другие страны, из других стран, но они как бы не специально ко мне, но проездным все равно. А есть из других городов приезжают. А людям из Москвы некоторым лень. Вот это тоже показатель, ребята, понимаете. Вы не хотите отдать. Разумеется, конечно, при личной встрече. Я и денег за нее беру, потому и больше, потому что и вы прекрасно, вот здравая часть человечества понимает, что при личной встрече есть некий обмен, который при скайп-встрече его нет. Но поэтому личной встрече дороже. И действительно там энергия определенная работает, но это имеет место быть, это имеет значение. И люди из-за лени этого не хотят делать, понимаете. Даже не из-за денег, не вопрос финансов. А из-за лени это показатель о том, что человек не хочет ничего отдавать, чтобы получить. Соответственно, он получает во многократ меньше. И здесь вот даже присутствие, какие-то энергии, все равно физически они работают. Система обмена, она работает таким образом. Эта система принадлежит планете Земля. Ей курирует изначально на самом деле символ и знак системы обмена, истинной системы финансовой. Вот сейчас у нас масонский орден треугольник знак, а истинный знак это круг, это сила рода, замыкающий круг. Система обмена должна быть замыкающей. Все, что даешь, все должно возвращаться. До капли, вот как это, этот круг взаимовыгодного обмена всегда должен быть, всегда должен присутствовать. И это планетарные энергии, а не врожденные планетарные. Но рептили их грамотно перехватили, они это переписали на себя, и они стали использовать это как какую-то способность, как будто это какая-то сверхсила повелевать финансами, магия. На самом деле вся эта сверхсила, это элементарные знания о роде, о продолжении рода. Вот хранителем этих знаний здесь на Земле являются мужчины. Сила рода, род, да, мужское как раз вот такое начало, и шаманизм вот здесь мужской. И это элементарная связь с планетой, силой рода, с истоком рождения. Это вовсе не какая-то суперсверхмагия повелевания потоками, понимаете. В первую очередь, эта магия связана с изобилием и с рождением. То есть с рождением детей. Вот я имею в виду не семью, здесь имеется в виду размножение рода, чистое рождение, чтобы рождение детей было чистейшее, чтобы продолжение рода было чистым, соблюдена чистота, кровь и так далее, вот все эти основные знания. Это же отвечает за изобильность, да, вот допустим, какие-то связи сексуального характера. Они на самом деле напрямую связаны с изобилием. Насколько у вас замкнутая структура с парой с вашим, с мужчиной, насколько сексуальная энергия замкнута. Вот я своему одному знакомому объясняла, что сексуальная энергия должна всегда быть замкнута между мужчиной и женщиной. Почему в прошлом видео я такой момент сказала, и я знаю, что многие меня осуждали. Но вот, ребят, я вас прошу, не доверяйте, если вы меня слушаете, даже если вам кажется, что это непонятно, потому что социальный аспект весь под змеями. Превалентарный момент. Вот я сказала про то, что мужчины и женщины равны не по силе, не по обязанностям. Вот смотрите, обратите внимание, ребята. Мужчины и женщины равны, как человеческие существа. Но мы все люди, понимаете, нам всем больно, нам всем одинаково там радостно или больно. Там какие-то моменты нас одинаково задевают. Но разница была по ролям для общественности. Вот, допустим, женщина должна сидеть дома и делать то-то, то-то для того, чтобы соблюдать порядок общественности, а не потому, что она родилась женщиной. Вот вы это главное забыли. Роли мужчин и женщин, что кто кому что должен, они были расставлены в свое время для того, чтобы как-то систему обмена, так скажем, курировать. Женщины были даны обязанности. Вовсе не потому, что она женщина, а потому, что условия бытовой реальности на тот момент были такими, что во время беременности она была беззащитна, это требовало каких-то определенных действий, поэтому разделились обязанности ролей. Но сейчас общество другое. Допустим, сейчас там женщина, мужчина там с копьем не бегает, не добывает мясо, на мой доход не дерется с мечом. Сейчас у нас так, самообеспечение, у нас это работа, это финансовая система. Если у тебя есть деньги, ты можешь себе позволить там, я не знаю, нанять работника, ты можешь себе позволить нанять там уборщицу. Вопрос быта в настоящий день, он не необходим, как сказать, с точки зрения, у нас квартиры, у нас обеспечение воды, то есть у нас нет потребности ходить за ведрами и так далее. Поэтому на сегодняшний день роли мужчины и женщины другие и должны быть. И вот вы ругаетесь, и вы спорите, но вы понять не можете, что роль и долженствование это выдуманная категория, выдуманная для того, чтобы подстроиться под реалии жизни, ребят. Обратите внимание на реалии жизни. И вот сегодня, когда мы смотрим на семейную пару, роли в паре расстанавливаются не по половому признаку, ребята, а по реалиям жизни. Если, грубо говоря, женщина приносит основной доход в семью, а мужчина больше сидит на диване, то по реалиям жизни просто чисто физически из каких-то элементарных бытовых удобств понятно, что он там должен убраться в квартире или еще что-то. Ну, к примеру, там может она убраться. Я не к тому, что кто-то что-то должен, я к тому, что исходя из удобств реалий. И это вовсе не значит, что он не мужчина, а она не женщина. Это ничего не значит. Роли – это просто роли, ребят. Это к половой принадлежности не имеет значение. Да, вот немножко я вам социальный фактор вбиваю здесь, отходя от нашей тематики, но это входит в нашу тематику. Специально мы рассматриваем каждый раз социальный фактор, каждый раз чуть-чуть побольше, потому что это необходимо для понимания. Соответственно, когда я приводила тогда пример, что вот существует такое понятие, что мужчине необходимо там много женщин, а женщина может быть с одним мужчиной. Ну, вот это такое понятие, вбитое в голову. Раньше, понимаете, из определенных, опять же, реалий обусловленности, да, возможно, размножение требовало таких условий. Возможно, там мужчин было мало, возможно, нужно восполнять полный рот, но, ребят, но по-хорошему, вот честно, ну, любой может себя распустить. Любой, понимаете? Ну, почему вы считаете, что женщина также с таким же, с такой же легкостью не может позволить себе просто вести себя свободно? Понимаете, это вопрос позволения, что мы себе позволяем? Да что вы себе позволяете? Понимаете, вот кажется, что женщина, она только на мужчин нифига подобная. Женщины так же, как и мужики, бывает, ой, мужчины, как я их люблю, их столько много, они такие хорошие. Да, вот я знаю, я знаю, например, у меня знакомые такие есть, да, вот я не буду называть. Все мужчины все прекрасны, они все такие замечательные, как цветы жизни. Понимаете? Ну, это вот, это не зависит от полового признака. Это вопрос распущенности и позволения. Вот когда вы находитесь в паре, есть моменты, позволяете ли вы себе или не позволяете. Я всегда вот с мужчинами общаюсь на этот вопрос, потому что по марсианскому аспекту я скажу, почему у нас там искажение, если мне очень круто вдарилась эта мужская-женская тема, и я теперь еще знаю, из-за чего она мне. Я вам, наверное, расскажу ради интереса, хоть это немножко не в тему, но это все в тему, на самом деле, ничего не в тему не бывает. Вот. И по большому счету я всегда объясняла, говорю, ребят, но это же унижение партнера, вы же не уважаете пару и не уважаете себя. Вот. Если, допустим, у меня есть партнер, там какой-то, у меня с ним отношения, вот я поехала отдыхать на море, я могу себе позволить вести себя свободно. И я не скажу, что у меня этот партнер, допустим, у всех у нас есть моменты, где мы друг другу чем-то неудовлетворяем. Ну, вот они есть всегда, да? Никто от этого не уйдет. Не сказать, что мужчина идеальен, потому что у мужчин нет. Женщина, находясь на отдыхе не на море, на работе, также там полно мужчин всяких, она на них смотрит, она может себе позволить с ними флиртовать. Она может себе позволить, грубо говоря, там как-то себя фривольно вести, а может не позволять. При этом она может быть неудовлетворена, у нее реально будет потребность в мужчине дополнительным, грубо говоря, и в нее выбор стоит, позволять себе такое поведение или не позволять. И у нас в обществе прописано, а мужчина всегда такой, он такой есть, поэтому они себе это позволяют. Нет, ребят, мы с вами люди живые, нам это одинаково обидно и неприятно. А вообще с точки зрения энергии даже объясню. Каждый ваш взгляд налево, каждый ваш помысел налево отток энергии дает. Вот замкнутость сексуальной энергии, почему как раз таки было раньше обязанности женщины сидеть дома и никуда не выходить, для того, чтобы она эту сексуальную энергию не сливала налево. Но тогда и мужчины этого не делали. Тогда и мужчины не ходили по бабам, извините, не пялились на них, не смотрели, потому что все женщины были закрыты. Они ходили на войну, там мужчины защищали, они не видели женщину, они приходят, его жена только, все, и жена только ее муж. То есть понимаете, вы как-то вторую-то сторону видали, как-то подзабыли, да? Я смотрю, мы помним про то, что женщина должна сидеть дома, а то, что мужчины раньше женщин не видели, это ничего так, да? Ну, ребят, ну здравый смысл, где ваш здравый смысл? Понимаете, включайте мозги. Я всегда вас очень прошу думать. Я очень, я вот плавно к социальной сфере подхожу, сейчас начала немного подходить, потому что у меня прорыв в этой теме пошел, личностных взаимоотношений. Действительно, я сейчас прорабатываю рептильный ген, и эту тему надо затронуть, и немножко мне вскрывается эта тема. Потому что, ребята, сексуальная энергия, так же, как и энергия денег, энергия благополучия исходит от силы рода. Сила рода – это чистота рода, и в чистоту рода примешиваются любые импульсы левого характера, потому что обмен энергии должен быть замкнутый между мужчиной и женщиной. Вот почему раньше устав семей был такой жесткий, твердый. Но, опять же, вы начинаете возвращаться к этому. Вот мы все тут начали гулять, да? Давайте мы вернемся к жесткому уставу. Но не вернетесь вы к этому уже. Другое время. Новое время – это не зло. Это значит, пора меняться, пора трансформировать себя. И к чему мы сейчас должны прийти? Если старые уставы уже невозможны с учетом современного времени, да, женщины не будут сидеть дома, уже мы и работаем, уже среди вас, мы уже учителя, у нас эпоха водолеют, а вот женщины цветут и пахнут. Уже другой мир, другое мироздание. Я вас призываю к следующему. Я вам говорю, ребята, понимаете, единственный момент, как создать эту замкнутую структуру сейчас, при сегодняшних реалиях, при имеющихся обстоятельствах, это самосознательность, осознанный выбор партнера. То есть не просто, о, у меня что-то притянуло, ой, так сложилось, то есть ты должен осознанно понимать, почему именно он или она, и это должен быть самосознательный выбор. Таких практически людей нет. Я вам сразу могу сказать, я еще таких не знаю, ну, единицы, есть они, да, единицы. И второй момент, любовь должна быть. Вот любовь, понимаете, она многое на себя уже берет, автоматически, автоматически уже у человека срабатывает на где-то глубинном сердечном уровне. Ну, не хочу я ни на кого смотреть, ну, неинтересно мне. Вот у меня вот есть там, да, звезда, звездун, грубо говоря. Любовь, говорят, умирает. Умирает все, что псевдо. Истинная любовь идет не от сексуального влечения, а к личности, к человеку, к сердцу. Понимаете, вот вы любите личность. Вам не важно, какое там она или он, там какие-нибудь сексуальные, там насколько там король-королева, да, в плане сексуального аспекта, но как личность, как личность вы понимаете, что это, ну, это удивительный человек. Удивительный, да, просто вот. Вот у него и характер, и все эти пирамиды настолько удивительные. Вот она, любовь. И это гасит очень многие вот это псевдо-непонятные внимания. Понимаете? И это сразу все гасится. И создается эта структура, независимость, силы. Мощь сейчас, время требует этого. Время требует настоящей любви и осознанного выбора партнера. Вот это единственное, к чему я вас призываю, вот это все бессознанки, скидываться. Если вы задаете вопрос, а быть не с этим человеком или нет, 100% нет, ребята. Потому что, когда вы знаете, что быть, этого вопроса просто не возникает. И вот я вам про это как раз вот равенство говорила. Понимаете, на сегодняшний день вот из-за этих непонятных ролей, которых, еще раз повторяюсь, роли должны вписаться в реалии. Это не половые роли. К полу они не привязываются к вашему, да, ни к полу, ни к физическому половой принадлежности. Вот это вы и попутали. И вот из-за этой путаницы возникает столько хамства, неуважения и унижения. Вот я это на земле терпеть не могу. Я просто смотрю на эти пары, я не понимаю, как вы можете откровенно издеваться друг над другом и считать, что это нормально. Что это просто у вас любовь, семья так. И мне это вот рассказывают, там некоторые мужчины рассказывают, что вот это такие. Вот, ребят, когда вы в паре начинаете говорить, вот мужчины такие, а женщины они такие, все. Выкидывайте мусорку в свои рассуждения. Никто никакой. Понимаете, мы просто люди. Мы одинаково. Нам реально, я вам открою Америку. Вы знаете, что нам одинаково больно, когда, допустим, наш партнер изменяет, смотрит там на других и так далее. Вот там есть, я пример, да, привела опять же, это пример. Я понимаю, что некоторых это не задевает, но о чем сказать, один секрет, ребята. Вот все, о чем я говорю, я говорю не о чувственном понятии. Я говорю о физике, как обмен энергии происходит. Я знаю, как восьмерки строятся. Это вот просто законы физики. Если вы их нарушаете, даже если вы думаете, что вас не задевает и вы не ревнуете партнера, то есть у вас настолько уже внутри это отточено, что вы сами сливаете и он сливает и вам кажется это нормально. Это ненормально, потому что вы теряете в деньгах, в самореализации, вы теряете чистоту в роде, то есть в детях, в здоровье. Я вас уверяю, что вот все вот это вот непонимание, казалось бы, наивненькое, приводит к болезням, приводит к финансовому истощению. Сексуальной энергии есть деньги, ребят. Вы бедные, потому что вы не умеете любить друг друга и уважать своего партнера. Вот я им серьезно говорю. То есть это правда. Это законы физики. И поэтому я вас уверяю, ребят, обмен всегда должен быть замкнутым кольцевой. Кольцевой. Если куда-то в структуру вбивается третье звено, то должно быть и четвертое. Если пятое, то и шестое, а не парда. Тогда у вас, понимаете, шведские семьи какие-то получаются. В итоге просто это вызывает кучу конфликтов и скандалов в семьях. Люди, например, психологически чувствуют все это. Вот вы пошли, где-то пофлиртовали, вы просто флиртовали, но слили энергию, и пришли к жене домой. Энергии она это не ощущает. У вас нет энергии на внимание ей. Вы это внимание отдали другому. Она чувствует истощение, нехватку энергии, начинает ругаться. Так же и мужчина ровно делает. То есть это настолько на интуитивном уровне, вы разрушаете пары, вы ссоритесь, вы ругаетесь, и это считается нормально еще. Меня убивает самый главный фактор, что говорят, пары всегда ссорятся, это нормально. Ребята, у вас мозг в каком месте? Это ненормально. Вы до этого доводите, потому что вы друг друга не уважаете, не уезжаете, и у вас по нижним чакрам, извините, фонит во все стороны у всех подряд, ко всем подряд. Потому что вот я еще раз повторюсь, я этот момент очень отслеживаю, я это очень вижу. Есть такая большая градация, причем люди физически не изменяют, думают, что они не изменяют, но обмен энергии пошел. Ребята, и это очень важный фактор. Вот допустим, вкратце просто про себя расскажу моментик. Многие задаются вопросом, поэтому я им объясню про себя лично. Вот у меня проблема в сфере взаимоотношений следующего характера сложилась. Я сейчас наконец-то открыла для себя эту Америку. Я долго билась, долго. Может, у вас у кого-то такая же проблема. Когда мне похищали серые инопланетяне, в подростковом возрасте, оказывается, они у меня вторую чакру, я не знаю, матку у меня вырезали, грубо говоря, как это сказать, заменили голографической. У меня вторая чакра физически отсутствовала, понимаете. И они заменили голограммы. Физически она есть, а анализ не имеет божественной функции, как физика. Вернее, физически, как визуально, физически ощутимо, как мы к врачам ходили, всё нормально, всё присутствует. Но вот это физически, как мы ощущаем физически, это голограмма. И она не выполняет божественной функции. То есть она не излучает той божественной энергии, которую должна излучать. Мало того, что они голограмму поставили, так они ещё дураки, они не знают, что такое женщина. Они там перепутали хровосом. Они мне там поднаписали программы. Какие-то такие дебильно детско-примитивные бред вообще. То, что они считают женщиной, понимаете. И мне это прописали. И в итоге после этого все абсолютно мужчины и женщины видели меня именно такой. Почему я вам говорила, что меня видят каким-то непонятной какой-то девочкой там с перекрёстка, с перелка. Я долго понять не могла. Думаю, что за непонятно. Я с человеком разговариваю. Я здраво рассуждаю. У меня мозги, то там интеллект будет здоров. Я как бы сильная, самодостаточная, мощная личность, которой очень много лет. Я начинаю разговаривать с человеком. Говорю ему здравые, разумные вещи, глядя ему в глаза. И он мне начинает какие-то парировать понятия в стиле там «А ты очкарин?» У меня всё время такой робот. Я не понимаю, думаю, уже человек непонятно вообще вот с кем он говорит. Что вот эти вот как бы песочницы, они даже для меня неприменимы. А теперь для меня дошло. Оказывается, у меня просто не было вот этой прописи. И, конечно же, разумеется, мужчины меня не видели как женщину. Там вот такие два момента у меня были, которые меня видели. Первая, это самая первая вообще чакра. То есть меня воспринимали только сексуальным аспектом, исключительно как мясо. И второй момент, меня видели как там хорошую личность, духовную, друга такого. Я либо друг, либо мясо. Третьего не дону. Вот у меня из-за этого сложилась проблема, ребят. И это действительно, понимаете, не стандарт, далеко как. И я вот сейчас очень долго разбиралась. Оказывается, на земле органы не могут растить, выращивать. Вот почему у меня была проблема. Мне могли предложить замену одной голограммы на другой. Но благо я марсианка. На Марсе мы владеем знаниями как раз-таки восстановления физики. И вот я как раз-таки этот могу орган себе вырасти. И я вас уверяю, когда я это сделаю, перед вами будет другая личность. То есть вы это так будете видеть. Вам будет казаться, что всё подмена личности, другой человек. Нет, я тоже осталась. Только вы начали меня наконец-то видеть. Понимаете, к сожалению, вот эта проблема у многих была. И они вот летают, эти инопланетяне что-то только не делают. Всё тут удаляют, там всё тут делают, всё там вырезают. И я знаю, что у некоторых тоже бывают такие проблемы. Отсутствует орган и не выполняет функции. Вот с моей позиции было вот только вот это, ребят. Но с точки зрения социального я всё очень здраво понимаю. Я вот элементарно все это вот вижу. И к сожалению, из-за того, что у меня вот произошла такая травма, из-за этого у меня очень много комплексов развилось, что я там не такая, не секая, я сначала понятия не могла, что у меня самоощрение в стиле, что я какая-то там уродик. А вот теперь до меня доходит, что действительно так. То есть это получается, ну, ты физически не полноценен. Вот. И это, конечно, очень многое меня объясняет. И, соответственно, мужчины меня воспринимали ровно по той прописи, которую сделали в голограмме. В голограмме просто ужасная пропись. Мне всегда было непонятно, почему мне протягиваются мужчины такого рода. Но зато там был прописан мужско-женский конфликт. Там самка-самец прям очень чётко. Они, видимо, смотрят и думают, что мы как самки-самцы с животной бегаем. Но вот вообще они мне это прописали. И у меня вот это вот такое жёсткое, такое, знаете, мужчина-самец-доминант, самка-женщина подчиняется. Такой бред, знаете, это вообще, не знаю, примитивизм надо на левом уровне бить. И вот у меня мужчины притягиваются, а они мне эту тему начинают втирать. И у меня такой шок всё время, я не понимаю, при чём тут доминирование. Вообще половой. И у меня, я никогда очень долго не могла объяснить. Вот сейчас я немножко прорабатываю ценность, понимаете? И так сложилось в моей жизни, что я очень много прорабатывать начала этот конфликт. Я его вижу постоянно, мне он в лицо кидается, и мне приходится его перерабатывать и перерабатывать, и объяснять, и объяснять. И вот сейчас я дошла на ту тему, что я уже немножко могу более в разумной форме это объяснить, потому что сначала я только эмоциональный аспект могла объяснить. Я вам объясняю, ребят, социальный аспект в змейном контексте очень важен. Рептилии нам внедрили этот ДНК, этот битый ген ДНК-системы. Я не мужско-женскую тему перепутали чёрно-белое, да, нет, 1-0, да, вот эту структуру перепутали нам весь социум. И избитости понимания человеческого, понимаете, они сбили, вот первоначально, понимая, не мужско-женское понимание, они сбили клетку Бога, наше божественное происхождение нарушили, а не код нашего божественного происхождения нарушили, в результате чего у нас с вами пошло деление непонимания человеческое. Вы знаете, вот есть такая женщина, будь ты человеком, но какая разница мужчина этой женщины, инопланетянин ты, да, не инопланетянин, там, не знаю, животное, магическое, что будь ты человеком просто человечность, понимаете, вот у нас есть такое понятие, что вот я иногда про себя говорю, ой, наконец-то я себя человеком почувствую. Не в том плане, что я вот именно землянкой стала, да, есть понятие человечности. Вот, ребят, никогда его не теряйте. Магия, маг, колдун, там, неважно, вот вы и в магии это теряете. Вот маг, колдун, всё, это другое. Нет, так же, как человек. Вот он бывает, как нелю себя ведёт, просто, понимаете, как некоторые товарищи, вот, чёрные маги. Вместо того, что вы тупо поговорите, тебе что-то не нравится во мне, да? Бешу я тебе, ну, скажи ты мне, давай мы с тобой это выясним. Нет, надо фаерболы кидать за спиной, там, втихаря где-то, там, не сказать мне ни слова, грубо говоря, что-то там посылать, какие-то проклятия, понимаете? Ну, с точки зрения человечности, ну, что за бред? Вот так же мужчина-женщина. Ребят, ну, будьте вы людьми. Ну, какое же, значит, она там, женщина, ты мужчина, никто никому ничего не должен, это раз. Два. Поймите, вы одно, ваш партнёр точно так же расстраивается от всех ваших действий, как и вы от него. Ну, поставьте элементарно себя на его месте, ну, вам бы было бы это приятно. Но почему вот апогей такой вот, нет, у меня и мужчина, значит, я по-другому себя буду вести, там, я женщина, значит, мне позволительно там, эмоционировать, там, не знаю, испускать, там, не держать себя в руках, не держание какое-то, да, позволительно. А вам было бы приятно, если бы он себе позволял там лишний раз хамить или как-то себя распускать. Вот вам бы это приятно было. Почему вы просто элементарно не хотите себя поставить на его место и просто быть человеком? Ну, относитесь к людям по-людски. Вот этот вот момент у нас и был стёрт генетически, в генкоде божественности, в этом и есть наша божественность, ребят, в этом мы боги. Потому что мы с вами ведём себя как люди, понимаете, а не как нелюди. И вот рассмотрите отношения. Я понимаю, что в паре бывает так, что второй человек осознан, целенаправленно, понимая, да, ты меня прощаешь, а я специально буду так делать, потому что там я хочу так, да. Вот таких людей полно. И им пытаешься объяснять, они не хотят это принимать. Тогда, ребят, ну умейте вы дать сдачу, умейте вы дать в глаз, умейте вы, допустим, ответить человеку так, чтобы он понял. Потому что если человек и несёт, понимаете, вот как, допустим, у нас пример мужчин, да, у женщин тоже есть такие моменты, ребят, мужчины, у женщин тоже полно всего, да. Вот выражение баба дуры, потому что она дура, я это прекрасно поняла, познав некоторых женщин. Но вот я с точки зрения женщины, допустим, мужчин вижу, да. Я для примера про мужчин расскажу тоже. Вот у мужчины... Себя сбилась сразу, да. Есть такие моменты у мужчин тоже, когда их несёт, они себе позволяют, позволяют много себя вести по-разному. И потом, ну я же мужчина, там, мне же можно, там, и изменять, и всё, и так далее, там, и гулять, и смотреть, и флиртать, ну что угодно. Понимаете, несёт и несёт. Ну вот элементарно поставьте себя на другое место. Но почему вы себя не хотите поставить на место женщины? Ну неприятно же, ну, блин, паршиво, но не ведут себя так люди с людьми и с другими, понимаете. И вот это вот уничижение взаимное, конечно, в партнёрах, в парах. Я, к сожалению, почему ещё мне очень сложно с людьми сдружиться, да. Я немножко такой эти социальный человек, он рассказывал, что несмотря на свою публичность, я достаточно живу в закрытой атмосфере, я не могу терпеть вот в это ваше хамство в глаза. Ни с женской стороны, ни понимание дружбы. Дружба тоже такой же есть. Но я же друг, мне можно, да. Как некоторые вот выражения знакомые. Но это же типа родня или там не родня, ты же мне как родная, поэтому я могу тебе и нахамить, и в глаза всё высказать, и повести себя. Я говорю, извини меня, вот как раз потому, что я тебе родная, ты это сделать не можешь. Потому что с близким человеком ты должен дорожить отношениями, ты должен стараться, чтобы он тебя понял. Ты можешь кому-то нахамить, и человек тебя пошлёт, и вы с ним распрощаетесь. Но с близким человеком как раз таки, ребята, надо стараться вести себя хорошо, потому что этот первый человек рядом с вами. И вот не бойтесь вы эти отношения дурацкие разбиваете. Вот есть моменты, где человек уже не объяснишь. И вот он ходит по вам и ходит. И ходит он не только по вам и по другим, а вы сидите и терпите. Вот я про женщину. Сидит и терпит. Чё ты терпишь? Вот мне страшно, вот мне дети. Понимаете, ребят, имея цель добиться можно всё, что угодно. Можно и с детьми вопрос. Я знаю знакомых женщин, там просто в возрасте 40 лет, там с пятью, с тремя детьми, и встречали великую любовь, и уходили к ним жить. Понимаете, это вопрос трусости и нежелания что-либо делать. И вы всему миру портите жизнь, понимаете? Потому что этот человек, он об вас ноги вытирает, а об других вытирает. И у них это в жизни не понимает, что он не прав. Ну дайте вы сдачи. Но умейте вы давать в глаз, умейте вы отвечать, умейте вы посылать, умейте вы разбивать эти дурацкие отношения. Понимаете? Будьте вы людьми, в конце концов. Не сидите вы как амёбы, амокины. Вот это человечность, это человеческий фактор, это наша великая божественность. Быть людьми, ребята. И людьми быть надо везде и повсюду, и по всём. Некоторым людям надо объяснить, некоторым надо дать, извини меня, матерным словом даже. Я скажу, не скажу, вернее, я подумаю на П, но вы всё поняли прекрасно. Понимаете? Именно матом, да. Потому что, кстати, земля, мат понимает в своей сфере, она относится к мату, как к определённому даже магическому слову, уместным. Не постоянно, но уместным. Ребята, ну вот, понимаете, ну вот это жизнь. И вот этот божественный аспект, он прописан у нас ДНК. Вот эта вот целостность нас, как богов, как людей, она у нас ДНК-системе прописана. И рептилии, что они сделали? Они в эту ДНК-систему, в божественную суть, они внесли изъян. Они нарушили сетку ДНК, разрушив её. И получилось так, что она потеряла замкнутость. То есть сама ДНК-система, она как спиралевидная, да, вы знаете, и она самозамыкающая, как вот система обмена, она замыкающая. То есть она идёт, 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 замыкает, идёт, идёт, замыкает, замыкает, спирали видно, замыкает всё время. И всё время замыкает. Они сделали так, что они разомкнули одну спираль. Ввели свой код, и спираль разомкнулась. А что произошло, когда спираль разомкнулась? Произошло следующее, что понятия не смогли соединиться, и они начали от этого кусочка, который замкнулся, разрушаться. От него пошло разрушение дальше, дальше как зараза, как вирус. Получилось, что этот вирус ещё заразен, и он увеличивается с каждым разом, как опухоль, он растёт дальше. И значит, мало того, что этот вирус сам по себе был создан, сначала он просто создаётся, ребят, просто подбивается ваше ДНК. Потом туда дополняется куча-куча программ, у них миллиард программ, у них ещё апгрейды, новое ПО, они постоянно новые выпуски своих программ создают и добавляют, добавляют, добавляют. А чтобы вы понимали, все вот эти проблемы под ключик, там болезни, страдания, это добавление новых программ. Система одна сбитая, к ней подставляются новые программы. Значит, программы эти различные бывают совершенно, но они все строятся по системе 1.0, да, нет, чёрно-бело. То есть по этой системе выстраиваются зеркала. Я узнала, как создаются зеркала рептилий. Чтобы вы понимали, зеркало – это то, что искажает, вот именно зеркало рептилий, то, что искажает правду, оно показывает всё в таком виде. То есть это эфир. Чтобы вы понимали, зеркала состоят из эфира, программный код эфира, эфир перепрограммирован. То есть эфир строится по каким-то функциям, по эфиру воспринимаются наши физические тела, создаются магнитные поля, по магнитным полям наши протяжения, наши реакции друг на друга. И если сделать зеркало некорректным, неправильным, то вы будете видеть человека иначе, будете видеть его полным дураком, он будет казаться вам неприятным, противным, всем кем угодно, даже если он будет рассуждать умно, даже если он будет говорить красиво, даже если он внутри красивая душа, все вы единогласно будете считать его идиотом и лошадным. Понимаете? Вот, допустим, как вот в проблеме со мной, вот с моим детеродом органом, который у меня, то есть я вот этого коснулась напрямую. Я думала ранее, что всё равно самосознательность людей, я всё равно в вас верю, выведет из этого. Я думаю, вот человек самосознательный в плане соотношений, я бы там всё равно был мужчина разумный, самосознательный, он же увидит, что душой-то я другая, там, может, какие-то моменты во мне проявляются, но он же поймёт, что это не совсем то. Никто не понимает. Даже очень высокоинтеллектуальные люди. Я встречала очень интеллектуальных мужчин. Нет, это невозможно, с этим невозможно бороться. Все считывают тупо по физике, по биологии. Понимаете? Ну, как друга меня считывают. Опять же, вы считываете меня как мастера, как учителя равного ценного, как друга, но вы считываете по биополе. Если вам это испортит, всё, вы не сможете меня никто видеть. И все вы самые мои ярые поклонники, фанаты, все вы от меня отвернётесь. Как и случилось это в Индии, когда я была там, с нами столкнулась этот змей, он просто перевернул мои зеркала, так, чтобы я выглядела полной идиоткой. И всё. Там были люди в группе, понимаете, которые прям безумно меня любили и слушали все мои лекции, ходили на мои личные встречи. И после этой поездки все мне возненавидели, считали меня идиоткой, хотя я там ничего вообще не делала. Я старалась, я работала, я там о них всех заботилась, бегала. То есть чисто по факту вообще, ну вообще ничего. Даже близко ничего предпосылок не было, понимаете? Ну и, к сожалению, вот рептилии так делают с многими из вас. Вот мы создаёмся, мы живём в такой двойной реальности, в лживой реальности. И в отношениях мужчин и женщин напрямую это действует. Не видите вы друг друга, не видите вы партнёров, вообще не знаете, кто с вами живёт. Вот и редак повесили, и всё. И редак висит вот такой сякой, такая сякая. И до свидания, да, вот мы, ребят. И вот мне говорилось всегда, шаман, учитесь воспринимать свою пару каждый раз, когда вы видите, как будто в первый раз видеть человека. Каждый раз, как в первый. Вот тогда вы хоть как-то будете сбрасывать эту вот эту программу рептилоидную. Но, к сожалению, к сожалению, пока так. В общем, программы различные, они дополняются. И выглядит система ДНК таким образом. Я вот рисуночек вам сделала. Я узнала, что есть некоторые программы взлома. Вот я недавно одну программу взлома освоила, как вот эти рептильные системы взломать. Я с вами поделюсь вот этой программкой взлома. Смотрите, вот примерно система ДНК в разрезе вот так выглядит 1.0, да, вот эти коды. И я вам рисовала в прошлый раз, показывала, да. Вот еще раз просто нарисовала, покажу. Кривая, конечно, нарисовала. Должно быть ровно все. Вот черно-белая, черно-белая, 1.0, 1.0. Мужчина-женщина, мужчина-женщина. Это божественный код. Это код нашего божественного человеческого существа. Мы все с вами люди. Вот это, соответственно, код человеческого существа. Ну, он примерно так выглядит. Значит, они подбивают его таким образом, что где-то какие-то понятия становятся смещенными. Ну, например, здесь вот, видите, вот найди, найди. Надо сначала было вам загадку сделать. Найдите здесь ошибку в этой формуле. Я бы вам эту загадку сделала, но, к сожалению, у меня слишком криво тут нарисовано, поэтому была бы она ровной. А ошибка здесь вот следующая. Вот эти три, видите, я, конечно, их разделила, но вообще они получились подряд. Это я нечаянно спутала. Но в этот момент я думала о змеях, между прочим, и нечаянно спутала. Вот здесь они слитые, получается. Вот так образно ручечкой сою, чтобы вы понимали. То есть они у меня три получились слитные, видите. Они должны быть. Должна быть здесь вот белая параеха. Вот. Даже не здесь белая, здесь эта ошибка, наверное. Вот здесь вот еще и ошибка выдалась. Ну, в общем, это как раз наглядная ошибка выдалась. Вот. Смысл в том, что где-то подбили, видите, вместо белого забили черное, вместо да, нет, вместо единицы ноль, и дальше эта система разрушается вся. Она идет под сопутной реакцией, по спирали, дальше, 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 она дальше разрушается. И до бесконечности она может идти. Где-то вы ее блокируете каким-то одним понятием, что нет, нет, это неправда, неправда. И вы пробиваете это понятие, пытаетесь блокировать, и таким образом этот вирус попадает в карантин. Он во время-то где-то ограничен, не размножается в карантине, но он не убирается. Что самое интересное. И я обнаружила одну очень классную систему взлома, которая лежит в основе наших с вами споров. Когда мы спорим с вами, да, вы говорите, что ты споришь все время, да? Мы все время к спорам относимся как к недоразвитому какому-то аспекту, что вот люди дураки только спорят, ну что спорят, ну обсудите вы все, выясните, да, что спорят-то. Но я теперь поняла, как природа спора, в чем она заключается. На самом деле основой спора заключается вовсе, ну вы понимаете прекрасно, неприятная, милостивая беседа, невыяснение, не оппонирование, а подавить, раздавить противника. Это военная стратегия. Спор есть война. Ваша задача в споре, ваша задача подавить противника, разрушить его, сломать. Значит, в чем действует там очень интересная структура? Я ее применила как раз-таки к зеркалам. Такую вот систему можно разбить зеркала. Зеркала состоят из нескольких программ. И самое главное, начало этой программы, выставилось какое-то зеркало, которое начало блокировать. Вот здесь представьте, что здесь стоит какое-то вот типа отражающая эфирная молекула. Не знаю, как ее назвать. Она в эфире находится, в теле я вижу ее как ртуть. Она выглядит очень похоже. Радиация очень классно с ней борется. Вот. И значит, такая эфирная молекула, которая стоит в белом пространстве и отражает этому черное, и этому черное отражает. Она просто отражает. Понимаете, здесь-то есть белое по факту. Ну правда, белое отражает это черное. И получается, как будто черное все. И оно все черное, все черное. И сливается все ужасное, все негативное. Но на самом деле, эта отражающая молекула, она состоит из программы «да нет, да нет, да нет». Они вот этот код взламывали. Соответственно, вам нужно этот спор решить. Вот основа спора на самом деле заключается в том, чтобы подавить соперника. И выигрывает обычно в споре тот, кто изначально задает свою позицию. То есть в споре идет прессовка. И побеждает тот, кто более уверен в себе, у кого не вызывает сомнений в собственных доводах. Но это же 100% так. Но я же это знаю, понимаете, я знаю. Вот допустим, и знаете, в чем самая хитрая спора? В споре, когда два человека спорят, я вам открою Великую Америку, всегда один неправ. Всегда. Один лжет. Всегда один лжет. По той самой причине, что правда она есть, понимаете. Есть она правда. Дело не в понятийной базе, не в философии, многограммности мира. Это другое, это все другое. Но вот с точки зрения чистой схемы, я вам объясняю математику, я вам объясняю физику, законы физики. Всегда один в споре явно врет, понимаете. Либо себе, либо окружаешь. Один просто давит, а второй просто доказывает, не давите меня, не давите. И здесь многое играет роль, потому что можно правый человек проиграть, потому что у него нету, у него жертвенность развита. И тот давилка, уничтожая этого жертвы, в основном на это нацелена. В споре побеждает тот, кто жертва и кто нападающий. И в споре, вот со мной, допустим, очень многие, я вам всегда рассказывала, чернушники со мной все спорят. Причем я никогда не спорю. Так получается, что они об меня ударяются и об меня сами со мной спорят. И мне все время так, это непонятно. Вот они мне говорят, я говорю, слушай, это не так, это вот так-то, так-то. Не, это что-то, я говорю, ну не так, это потому что, потому что. Что ты споришь? Я говорю, я не спорю, я просто объясняю, константирую факт. Понимаете? А человек начинает вступать в спор. И я даже ощущаю, я сама чувствую, что я не вступаю с ним в спор. Я просто им объясняю, что он не прав. И, соответственно, это начинаю рассказывать. И в споре всегда является какой-то лжец, лгун, который просто давит. А второй реально доказывает. Поэтому мы говорим, спор – глупое занятие по той самой причине, что один человек реально просто хочет вас сломать. А вы пытаетесь ему что-то доказать, что-то объяснить. Но в споре, ребята, в споре ничего не объясняется. В споре там сила – это война. Спор – это война. Но в споре очень хорошо… Спор и сама система спора очень хороша, применима… Наверное, слово «споры», да? Очень хорошо применима к взломе зеркал вот этих рептильных. Вот рептильные зеркала спор взламывает. Ребята, также вы можете взломать людей, которые подавляют вас или подавляют других. Но там хитрость нужна. Смотрите, это такая вот игра. Еще раз повторюсь. Прежде чем вступать в спор с человеком, вы должны определить следующее. Тема спора – это какая-нибудь одна мыслеформа. В стиле «я прав, это так и все». И это должно быть у вас глубинное целостное понимание. До такой степени, что вас не вызывает это сомнение ни при каких обстоятельствах. Но вы это знаете просто-напросто. Как бы он ни панировал, но вы это знаете. Но чтобы он не говорил, да вы это знаете. Но чтобы он вам не рассказал, да вы знаете, что это так. Вот как, допустим, у меня, понимаете, но я знаю просто. Но хоть убейся ты об стенку, я просто знаю, что это так. Вот есть некоторые вещи. Я говорю, у меня состояние делится на два варианта. Либо я знаю, либо нет. Если я не знаю, я выясняю, я рассуждаю, я ищу как-то, исследую. Если я знаю, ну ты убейся, реально, я просто это знаю. То есть такие вот моменты. И, соответственно, когда вы начинаете спор, чтобы человек на вас давит, подавляет, вам нужно взломать его. Здесь, понимаете, задача спора не только просто доказать свой позиции. Нет, дело не в этом. Дело сломать его конструкцию разума. Это оружие. Это война. И нужно это вам только тогда, когда человек рядом с вами живущий этим вас, как сказать, тиранизирует. Он постоянно с вас сосёт энергию, вам пилит. Вот у него есть какое-то дебильное убеждение, да? Он вас этим убеждением разрушает. Ладно, он сидел там про себя, я думал, хотя и про себя это разрушает. Вообще это всегда разрушает. Человек склонный правде, это человек с мечом всегда, понимаете? Он не терпит лжи, он всегда это разрушает, эти конструкции. И, соответственно, мы делаем следующее. Вы, вступая с ним в беседу, должны убедиться, что у вас ни капли сомнений в это знаете. Разберитесь сначала в себе. Разобрали себе, всё. Начинайте беседу. И начинайте беседу спокойно. Можете ровно говорить, ну вот ты знаешь, вот то-то, то-то, то-то. Он говорит, нет, нет, нет. Вы говорите, ну да же, да, да. Он говорит, нет, нет, нет. Вы говорите, ну смотри, да, да, да. Он опять, нет, нет, нет. Ну вот ещё пример, да, да, да. Он, нет, нет, нет. Вот, да, да, он потом взрывается, беседует. Нет, нет, нет. Вы говорите, да и да. Понимаете, у человека взрыв, у него что-то разрушается. Даже если он это не принимает, у него разрушается конструкция, он получает удар. После такого спора человек, проигравший, получает удар всегда. Вот почему, если, допустим, вы поспорили с человеком, вы вроде, ну какая разница, мне же все равно, что он не думает, а вышли как будто облитые гэп, понимаете, состояние просто ужаснейшее, потому что проигрыш – это реально ломка, ломают. Но вот, допустим, вообще изначально этот механизм, изначально он божественную природу называл, это механизм творения наоборот. Деструктив – это творение наоборот, творение создаёт, по кирпичику строит, деструктив по кирпичику разрушает, понимаете, вот дистракты, разрушители, на самом деле это люди, которые наделены силой для того, чтобы созидать. Но они не понимают, вот, допустим, мой чёрный колдунишка, он дистрактом занимается, он всегда говорил, вот, мне нравится разрушать, я чувствую это насажение, но я же знаю, что это плохо, поэтому я в себе подавляю это. Ну, короче, знаете, развилась такая шизофрения. Я знаю, мне очень нравится разрушать, я знаю, что это плохо, поэтому я подавляю, но сейчас я это выпущу. Вместо того, чтобы понять, что даже разрушение, оно уместно. Разрушай ради Бога, но ты любишь разрушать, разрушай ты ради Бога, но конструкции разума. Разрушай рептилийные конструкции, тебе хватит по горлу. Будь великим уничтожителем, будь великим разрушителем, но благо ж будешь делать людям. Они же тебе спасибо скажут, они же будут довольны, ты станешь королём сияющим, а ты начинаешь разрушать божественную, наоборот, суть, пытаясь рептилиям служить. Вот элементарно какие-то моменты, почему я говорю, что орионцы, они действительно идеально прорабатывают систему, даже дистрактом в ней найдётся место. Но главное, что разрушать, вопрос, понимаете? Система споров, она элементарная, да нет, да нет, 0,1, 0,1. Есть системы более сложные, зигзагообразные, стихоплётные системы. Вот почему стихи, сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок, понимаете, урок вам. То есть опять же, ля-ля-ля, ля, то есть да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, то есть вот тоже подача через стихи. Опять же, рассказ идёт, перемена там сложная, завуалированная. То есть я вам показываю цифровой порядок, а есть порядок буквенно-цифровой, есть просто буквенные. А если даже встречала человека по-новому Сириусу, я, оказывается, уже устарела, ребята, в новых технологиях есть. Символические символы, по-моему, которые включают и букву, и цифру. Один символ и букву, и цифру включают. Причём он разные буквы, цифры может включать. Я не знаю, каким надо мозгом обладать, чтобы понимать, какой символ обозначает, какие буквы, цифры, и какие комбинации, варианты комбинации может быть символов, как, наверное, миллиард или без конечного масла. Хотя, может быть, и нет, я, конечно, не математик. Какая комбинация должна быть символов, чтобы совместить все буквы и цифры одновременно в разных градациях. В общем, и такие бывают. И тогда есть стихотворные формы, есть разные стихотворные формы, есть спор, да, нет, да, нет, самая простая форма – это споры. Но в любом случае зеркала рептилии разрушают именно вот эти единичные нулевые порядки, которые присутствуют и существуют. И это на самом деле соответствует ритму, это как ритм, это игра, это биение сердца, это стук сердца, да, нет, да, нет, вперёд, назад, вперёд, назад, я иду, нет, не иду. Ну вот, грубо говоря, то есть вот это ритм, это биение, и это как раз-таки, почему это у нас отвечает за сексуальной энергией, это как танец, бой, искусство боя – это как танец. На самом деле разницы между танцем и войной очень мала. Да, это как между любовью и ненавистью один шаг. Также между танцем и войной, между дракой и танцем очень мала, потому что танец и драка практически взаимозаменяющие аспекты. Это вот тоже самое аспекты одного и того же момента. И действительно, это танец, это игра, это как бы и война, и в то же время это серьёзно. Это игра, но это серьёзно. Это танец и это война, да, то есть нужно понимать это вместе, да, нет, да, нет. В совмещении это создаёт крайне прочную, неразрушимую конструкцию. Когда вот это да, нет, да, нет замыкается в итоге, в одну точку, да, видите, в центре беленькая, я специально рисую беленькая. Но на самом деле это не факт, что беленькая – это добро, да, если мы в общем эта конструкция, это мужско-женское начало, в основе мне мужское лежит. Но это как бы может и женское в начале в основе лежать. В итоге мужское на женское накладывается, на самом деле накладывается вот мужское, да, и вот диск. И такое же вот женское, начиная от чёрного исходить, тут я от белого схожу, от чёрного исходить, и тоже накладывается, и они накладываются. Ещё несколько боковых комбинаций мужско-женских, они все накладываются, и оно гармонично, целостно и полностью включённое, понимаете, полностью идеально. Ну вот даже, ребята, вот возвращаясь, поэтому эту конструкцию пробить невозможно. Ну и даже возвращаясь элементарно к физике, к математике, ребят, ну вот где у вас в некоторых разуме. Мужское, женское начало, да, 1-0, 1-0. Ну уж одинаково же, понимаете, ну уж одинаково, видите, чёрно-белый, чёрно-белый, чёрно-белый. То есть это к тому, что мужчина-женщина, мужчина-женщина, одинаковые конструкции, только в разно-зеркальном порядке. Зеркальный порядок другой, а суть одна и та же, понимаете, поэтому одинаковы мы люди с вами, одинаковые мы человеки. Так же нам больно, так же нам неприятно, так же, как и вам, тебе, так же, как и мне, понимаете, но одинаково. Неважно, кто-то мужчина и женщина, допустим, с теми же там готовками, уборками, не уважают. Женщина должна готовить, убираться, в современном мире она ещё и работает, понимаете, она и работает, и готовит, убирается, всё, она это должна, грубо говоря, и везде она. А мужчина что должен в таком моменте? Даже если он деньги приносит, он, оказывается, не всю сумму приносит, а что он делает? У мужчины, я вам скажу, если женщина, допустим, я объясняю, как это делится обязанности, если женщина, допустим, работает, и стирает, убирает, и готовит, и дома ещё она везде служит, то мужчина, второй аспект, помимо того, что он тоже работает, он всячески ухаживает за ней, проявляет внимание, там, в сексуальном аспекте для неё старается, старается к ней прислушаться, то есть, делает так, чтобы ей было хорошо. Он, это не услужливость называется, это называется угодить и осчастливить, осчастливить и угодить, то есть, это его обязанность, осчастливить и угождать, и поэтому там дарит подарки, дарит цветы, чтобы ей угодить и осчастливить, тогда она, соответственно, стирает, убирает, готовится, делает с любовью, тогда и у вас и сексуальная жизнь бурная, и внутренняя бурная, и вы друзья, и прямо лучшие люди, и партнёры, и всё у вас совместно, и любовь, и партнёрство, и дружба, когда замыкающая структура, когда обмен полноценный, понимаете, но современное общество, если мы возьмём, мужчины не знают своих обязательств по отношению к женщине, у нас появилось, что и мужчины не звонят, и почему это я должен, и не буду я тебе, почему-то я тебе должен цветы дарить, и вообще я считаю, что я не буду там под тебя подгибаться, это подкаблучничество, началось, появилось такое дурацкое понятие подкаблучничество, хотя в природе это можно заменить, ребята, да, вот опять же, товарищ мужчина, если вам не нравится, это можно заменить, давайте поменяемся обязанностями, да, женщина может угождать мужчину, она может всячески там его там, о, ты там самый лучший король, но тогда мужчина лишает её быта, то есть она не должна заниматься стиркой и уборкой, ну, понимаете, равноценный обмен должен быть, вот, допустим, обратите внимание, ну, это жизнь, ребят, это жизнь, обратите внимание, вот пары богатые, вот где мужчина обеспечивает женщину настолько, что у них есть уборщица, есть, она не занимается уборкой, она занимается собой всё своё время, что она тратит, она вокруг него бегает, ой, ты мой хороший, ой, там ты котичка, что тебе, мы все смеёмся над этим, да, такие жёны олигархов, а чё вы смеётесь? У них нормальный обмен существует, да, всё правильно, но она, наверное, не убирает, не пахает, а та, которая пашет дома, какой у тебя котичка, да, ты сам приди, пожалуйста, ой, ты моя хорошенькая, какой ты супчик сварила сегодня, всё это подарила? Ребята, если вам не нравится там, допустим, подмазываться, да, ради бога у нас свободный мир, давайте меняться обязательствами, но единственный момент, поймите, к полу эти обязательства не привязаны, просто вы чётко, осознанно, самосознательное существо определите род своих обязанностей, что он делает, что она в вашей паре, при ваших условиях, кто какие обязательства делает. Если вы работу по дому делите, значит, вы делите вот эти вот, я не знаю, подмазывания, грубо говоря, да, соответственно, там и с заработком тоже так же, поэтому, ребят, это вопрос обмена, это чисто физика, но я вам говорю о законах вселенной, никакой философии абсолютно, вот даже вот спорить со мной бесполезно, потому что я знаю некоторые очень негативные комменты, потому что социальный фактор крайне грязи у нас сейчас, начинают отписать что-то, даже не начинаете, ребят, чисто вот констатация физических законов в химии и физике, но вот это наблюдение и разумно. Вот, ребят, значит, попробуйте вот эту конструкцию спора применить к зеркалам рептильным, попробуйте представить рептильное зеркало, состоящее вот из таких блоков, и попробуйте запустить с белого блока, как хорошую мысль, все негативные, обратите внимание, там может быть либо 1-0, 1-0, черно-белое-черно-белое, либо 2 черных, 2 белых, там либо 3 черных, белых, либо черная, белая, 2 черных, к примеру, последовательность разная. Обратите внимание на последовательность и запустите верную. И это у нас исходит на самом деле от сердца, вот аспект у нас проявляется именно от сердечного плана, и оттуда у нас проходит вот этот вот разбор на запчасти. В остальном все До встречи 26 ноября Мы будем прорабатывать это все очень глубинно И я думаю мы с вами в социальной сфере еще вернемся Потихоньку нужно уже с генетикой Я уже начну с марта работать И уже социальный аспект мы будем с вами потихонечку затрагивать Вот и всем удачи, до новых встреч